Всем привет! Сегодня смотрим с вами на вот такой классный мультитул от компании Rockson и у него есть бит, их довольно много получается, да и функций достаточно много и он немножко компактнее, чем среднеразмерные мультитулы то есть если мы посмотрим на Leatherman Wave, например, или даже вот на такой Rockson то эти Rockson будут покрупнее, то есть прям вот прям побольше но это среднеразмерные, а это у нас такой компактный но я бы не сказал, что прям очень сильно отличается и по факту многие задачи можно выполнить и таким мультитулом зато он может быть всегда под рукой за счет компактных, более легких габаритов, клипсы и всего такого смотрите, здесь много функций, на самом деле по функциям он даже более старшего брата своего обходит, так скажем ну, нужно понимать, что Rockson это часть корпорации Chaum Fun, основанная в 2009 году это у нас китайская компания, которая специализируется на мультитулах, на ножах, на наборах для пикника и их ножи, мультитулы, наборы для пикника, все это бывало у меня уже не раз на канале я давно уже несколько лет знаком с этим брендом и впечатление вполне положительное мультиинструмент, который предназначен для туризма, для активного отдыха я бы сказал, что, например, очень-очень подойдет вот такой тул для рыбалки потому что, например, мощные плоскогубцы, ну, прям сильно мощные, совсем не нужны но зато здесь есть довольно крутые ножницы, крупный нож присутствует здесь есть консервный нож, опять-таки, открыть какую-то консервную банку на природе ну и, в принципе, что-то подкрутить, в случае чего тоже там у нас, получается, есть дополнительные всякие функции дополнительные фишечки, есть то есть, например, для, допустим, рыбалки очень даже подходящий вариант, как по мне и так ну и, в принципе, какой-то городской тул, тоже по большому счету вариант Что здесь есть? Смотрите, плоскогубцы, то есть это у нас раз получается, два, кусачки здесь у нас три. Здесь у нас вот это что такое за такой какой-то странный ножичек, четыре получается. Открывашка для бутылок пять, консервный нож шесть. Вот это у нас типа такого шила, такого микроножа семь. Получается основной нож восемь, ножницы девять. Вот это у нас напильник десять получается. И отвертка у нас здесь одиннадцать получается. Это у нас фигурная, она же держатель бит. Это у нас чистовая отвертка маленькая двенадцать получается. Клипса тринадцать они считаются за функцию. И стеклобой четырнадцать. То есть я в принципе получилось насчитал четырнадцать функций, которые они и заявляют. Но ведь здесь есть еще вот это вот целая функция. Это по сути пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать два, двадцать три. Двадцать три по большому счету инструмента. Но если уж прям так на то пошло, а если они чехольчик считают, то вообще двадцать четыре. Странно. Написали четырнадцать, могли бы китайцы в своем духе писать двадцать четыре. Но он довольно удобный, довольно компактный. Значит, из минусов это то, что у инструментов дополнительных, кроме некоторых основных, сейчас покажу, у них нет фиксации дополнительной, то есть у них нет замка. Вот. Это можно отнести к минусам. То есть вот эти все инструменты, вот эти вот инструменты, они, получается, замка какого-либо не имеют. Просто вот так раскладываются. И, соответственно, вот вы там что-то можете им крутить. То есть берете, вставляете сюда, получается, какой стороной, вот этой стороной, битодержатель. Вот. И где? Вот, битодержатель. И, соответственно, выбираете какую-нибудь из бит. Но здесь у нас, смотрите, есть разные биты, получается, в том числе есть торксы. И можно что-то подкрутить, опять-таки нож подкрутить, какой-нибудь еще что-то. То есть берете, допустим, торкс, ставите сюда и вот, в общем-то, подкручиваете. Я не скажу, что здесь прям очень архинужен прям вот этот замок. Но понятно, что замок было бы приятно, вот, если бы он здесь был. Но, по большому счету, зачастую тут инструмент, ну, не настолько как бы они крупные, не настолько мощные, чтобы прям вот замком что-то здесь делать и прям такое активное что-то здесь вкручивать. Короче говоря, вполне нормально, зато вполне компактно, в комплекте уже все это идет. И более того, все это вот так вот укладывается сюда, сюда вот укладывается в чехольчик. Вот. И там отдельный кармашек получается. И все это вполне носится, транспортируется без проблем. Опять-таки, клипсы, если вы носите в городском варианте и вам биты не нужны, то просто прицепили его на клипсу и, допустим, у вас при себе вот такой вот мультитул. Да, он вроде бы не огромный, но посмотрите, в принципе, нормально. То есть, какую-нибудь, допустим, удочку, да, удочку, этот крючок из рыбы вытащить, там, что-нибудь такое, допустим, сделать где-то там что-то по мелочи. Какие-то работы вполне себе можно. А вот у, например, того же самого ножа здесь фиксация присутствует. То есть, лайнер-лок, замочек, то есть, ножом вполне можно что-то подрезать. И фиксатор у ножа есть. Это, кстати говоря, очень даже хорошо. Хорошо. Вот. И ножницы. Безусловно, у Роксона здесь суперкрутые царские ножницы. Почему я могу их так назвать, настолько круто могу их назвать? Да потому что таких ножниц нет даже у Лезермана. Посмотрите, насколько большая разница. У Лезерман Вейв, например, да и в большинстве Лезерменов ножнички весьма-весьма компактные. А здесь можно прямо что-то такое посерьезнее работу сделать. Это удобные, крутые ножницы. Вообще вопросов нет. Наличие стеклобоя. Ну, не знаю, насколько здесь это актуально. Но сделали. Молодцы. В принципе, по большому счету он никак не мешает. То, что здесь есть доп-функции. Опять-таки, за невысокую стоимость. По мне, так это очень даже хорошо. Вот. И вот клипса. И, ну, я думаю, что достаточно продуманный мультиинструмент. Вот. И долгий срок службы, как они заявляют, здесь присутствуют. Материалы в составе. Сталь марки 3CR13 и 2CR13. Вот. Здесь заявленный получается. И получается также, что там у нас еще? Чехол получается у нас. Ну, судя по всему, это нейлон. Нейлоновый, судя по всему, чехол. Вот. И вес. Вес заявленный 127 грамм. Однако у меня получилось, что вес самого Тула это 121 грамм. А вместе с чехлом и битами это 167 грамм. Гарантия. Да. На этот мультитул есть гарантия при покупке у официалов на ROG Sun Tool RU. На данную модель дается гарантия сроком 10 лет с момента покупки. Что, опять-таки, очень даже приятно. 10 лет гарантии. Слушайте, сейчас поуходили многие бренды и про гарантию сказали запить водой. Но здесь у нас реально честная гарантия, что очень даже приятно. Лично по мне, так это прям большой бонус. И еще бонусом для подписчиков будет промокод. Промокод GVG4, дающий 10%. Но сейчас все-таки должна быть 10% скидка на, соответственно, любые там мультитулы и так далее. То есть, можете пользоваться. Вот. Эта скидка должна работать. Вот. И, в общем-то, ну, периодически понятно, что смотря, когда вы смотрите видео. Потому что была скидка 10%, потом они почему-то ее сделали 5%. Потом вот опять смогли договориться мы и вернуть 10% скидку. Вот. Но, в любом случае, скидочка есть. И это хорошо. Ну, тут вот что-то подпилить, подточить. То есть, какие-то мелочи. Но, с другой стороны, мультитул легкий, мультитул компактный. Его можно вот так вот как-то неопределительно с собой носить. Брать с собой на всякие мероприятия с гарантией. И за невысокую, что очень приятна, стоимость. То есть, тут тоже как бы вопрос такой. Мультитул – это инструмент. И если он стоит для вас очень дорого, и вам жалко его использовать, то как бы... А вот без гарантии я уже не знаю, будете ли вы также пользоваться, например, теми же самыми лезерманами. Я вот, например, задумаюсь. Потому что у меня были гарантийные случаи. У меня ломался консервный нож. И у меня ломалась часовая отвертка. Получается. И я по гарантии обращался. И мне без проблем все сделали. Но это было и несколько лет назад. Вот сейчас как же это будет? То есть, вопрос. Может быть, с лезерманом надо быть намного более аккуратным? А что это за инструмент, с которым вы аккуратничаете? Тут же плюс такое вот большинство фишек есть. Много чего сделать можно. Есть свои фишки в виде больших ножниц. В виде бит в наличии. И все это за очень даже приемлемую стоимость. Короче говоря, я доволен. Могу смело вам рекомендовать. И почему бы и нет? Как-то так. Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками. Всем огромной удачи. Всем счастливо. И пока.